Всем салют, на связи Екатерина. Хотела сказать олсимир, потому что я уже привыкла, привыкла пилить видосики на второй канал. Да, у меня появился второй канал, а здесь уже я подвожу итоги, по-моему, каждый год я их подвожу. И давно никаких видео не было, но они будут. Сейчас я расскажу вам о итогах года, о планах, как вы относитесь к подведению итогов. Вообще, составляете ли вы списки, что-то отмечаете, какие-то заметки делаете, или все у вас там в голове. Или вообще, вот как на душу, бог положит, вот плывете по течению. У меня тоже такое, кстати, бывает. Что за этот год произошло? У меня появился второй канал, который мне очень нравится, который приносит мне удовольствие. Это тоже мое хобби. Как вы знаете, у меня много хобби было и вообще. То есть, например, и те же танцы, то же вязание, та же лепка. И да, большое, огромное вам спасибо, кто у меня подписан, кто в курсе, кто я такая. И вообще, спасибо, что ты меня смотришь. Срдэшко, срдэшко. Да, я подвожу итоги, у меня такой как бы новогодний образ. И поэтому такой вот. Так, потихонечку продолжим. Что не относится к второму каналу, я расскажу сейчас. Например, я давно мечтала разобраться в питании. Я давно мечтала вести себя в порядок. Я давно мечтала начать учиться на нутрицолога. Да, я начала учиться на нутрицолога и спортивного диетолога. Это будет мое третье образование. Поэтому у меня такая, знаете, запара. Потому что у меня учеба, работа, дом, хобби. Очень-очень-очень много. И потом, я, честно говоря, не знала, что я хочу видеть на этом канале. Я собираюсь вернуться к лепке своих маленьких фиюшечек, куколок. Так что это здесь будет. Также, может быть, каких-то книжек. Также по рукоделию будут дальше продолжать обзоры делать. Сюда я также выкладываю по геншину какие-то ролики. Наверное, тоже это продолжу делать. Потому что это тоже часть мини. Также я похудела. Худела за 2,5 месяца на 10 килограмм. Я завела новый инстаграм. Если интересно, можете там следить за моими результатами. Ну и здесь я тоже буду выкладывать. Вообще, у меня большие планы. Так как я сейчас учусь на троциолога. Какой-то с вами информацией делиться. Потому что, знаете, после того, как я все время набирала, сбрасывала, набирала, сбрасывала, набирала, сбрасывала. В протяжении долгого времени. Меня интересовала фишка. А почему вот это происходит? Почему? А возможно вот это вообще как бы не набирать? А возможно ли быть в хорошей форме? Не сильно заморачиваясь. Потому что, когда я проходила всякие бешеные сушки, просушки, мои мысли все были о еде. А что же здесь? Я была жутко голодная. Я взвешивала каждый граммик. Все это считала. И мне было совершенно некомфортно. Да. И я была голодна. Мне хотелось что-нибудь, знаете, сжать. И потом 2020 год очень сильно, я думаю, по всему ударил. Да. Там стресс и так далее. Я вот набрала опять вес. И вот сейчас я взяла себя в руки осенью. И я его сбросила. То есть в Новый год я вошла обновленный. Да. У меня немножко имидж поменялся. И мне он очень нравится. Так. Могу ушки снять, если... Вот так вот. Также, может быть, по краске что-то будет. Потому что, конечно, блонд поддерживать. Но, знаете... У меня еще я пока не нашла краски, чтобы, знаете, вот корни. Видите, они темные. То есть если красить вот этой краской, которую я покрашу, они будут такие, знаете, желтые, коричнево-желтые. То есть надо обязательно обесцвечивать, да, порошком. Мои любимые соседи меня радуют вот такими интересными звуками. Что-то они все время... Я думаю, ставьте лайк, если вам тоже вот это вот вы слышите периодически. А в Новый год, слава богу, вот этого не было. Но они уже после Нового года вот воодушевились. И начали опять что-то дробить, сверлить и ремонтировать, улучшать в своей квартире. Ну, это замечательно. Я за них очень, конечно, рада. А мне это весьма мешает на самом деле. Так, отвлеклась. Так, куколки сказала, пропитание сказала. Какие-то упражнения для дома, потому что иногда в зал не всегда получается выходить. Упражнения для дома. В общем, домашние тренировки, вакуум, питание, может какие-то рецепты я буду снимать. Это у меня все в планах есть. Я надеюсь, у меня хватит времени и терпения, чтобы это все здесь реализовать. Также я очень рада, что у меня появился второй канал, что у меня появился новый инстаграм. И то, что мы с девочками, с подругами ведем Sims Community группу по Sims'ам тоже в ВК. Вот это мне тоже очень нравится. А вас я поздравляю с Новым Годом, с Рождеством, со старым Новым Годом. Желаю вам всего самого замечательного. Прежде всего здоровья, конечно, радости, позитива, улыбок. И чтобы ваши мечты сбывались. Потому что вот если вы ставите такую огромную цель, да, она пугает. И хочется все бросить. Потому что, знаете, как это... Садишься на диету с утра, ничего не ешь. И уже к вечеру ты понимаешь, что все, ты уже не можешь. Ты весь голодный, несчастный, не похудел, естественно, и ничего. Но есть тебе-то хочется. Ты думаешь, а ладно, я поем, я себя и так люблю. Но со мной это не работает. Я поняла, что нет. Что я худой быть люблю больше, чем кушать. Это точно. Пишите, как ваш год прошел. Какие у вас ставите ли вы планы, пишите ли вы списки, вычеркиваете ли вы что-либо. И как ваш 2021. Однозначно, да, он лучше, чем 2022. Всем спасибо за внимание. Еще увидимся. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok